приветствую вас мои дорогие раки сейчас мы с вами посмотрим что хотят нам сказать в маккар ты о чем они нам расскажут как у нас пройдет март 2019 года давайте посмотрим начинаем и свой расклад все как всегда на картах золотого таро потом мы вытащим еще по карте средневековая таро колода и колода карт ленорман хочу сказать прежде чем начать расклад что это расклад общий не индивидуальный имейте это в виду ситуации много зрителей много поэтому примеряйте ситуацию на себя ну и давайте начнем поехали март 2019 года для знака рак 1 карта 3 карта так что хочу сказать конечно месяц перемен это однозначно и перемены начнутся уже в начале марта то есть первая декада марта значит смотрите говорит нам о том что какая-то ситуация которую уже себя отжила она отойдет на то есть она уйдет уже что-то вот прекратится какие-то будут перемены какая-то ситуация вот карта называется смерть не пугайтесь кто смотрит впервые так звучит она страшно но она говорит о том что какая-то ситуация уйдет умрет вот что-то какие-то может быть отношения себя изжили пора их прекратить не цепляйтесь за эти отношения потому что дальше будет лучше дальше придет лучше и не переживайте по этому поводу возможно у кого-то будет смена работы вот какая-то работа которая не приносит вам прибыль либо какой-то коллектив который вам не подходит именно на этом предприятии в этом офисе в этом ну где вы работаете возможно у кого-то рухнет бизнес такое тоже может быть но не переживайте по этому поводу заканчивайте то что должно уйти то что просится уже закончится заканчивайте это не переживайте на этот счет потому что дальше будет то что есть у нас начало есть конец да вот это конец а конец всегда приходит если конец тонн дальше будет начало поэтому ну боже мой это прописные истины поэтому не переживайте вот что-то что-то у вас изменится что-то уйдет отпустите с легкостью вот отпускайте с легкостью какие-то перемены но дальше будут вот мы смотрим горизонт и там уже солнышко выглядывает вот как бы то есть здесь конец а здесь будет здесь впереди ожидает новое прекрасное начало поэтому не переживайте на этот счет либо произойдет какая-то трансформация внутренняя может быть вы как-то по-новому посмотрите на ситуацию по-новому посмотрите на партнера по-новому посмотрите на свою работу какие-то может быть новые методы будете применять в этом чтобы ну какое-то обновление вот что-то уходит и естественно что-то обновляется так вторая карта у нас двойка жезлов тоже покажу ее на камеру как всегда это делаем двойка жезлов значит смотрите видим человека до который стоит и смотрит дальше в горизонты и на ладони у него земной шар глобус то есть это это замечательная вообще карта она может говорить о материальном благополучии она прежде всего говорит о материальном благополучии но вот это поза задумчивости она конечно говорит о том что у человека что-то беспокоит вот о чем-то он печалится да то есть он чувствует не какую-то неуверенность но какую-то неуверенность что-то будете испытывать такое вот какие-то будут раздумья принятие решения в середине месяца какое-то принятие решения вот какие-то раздумья готовитесь и чего-то хотите что-то хотите сделать но не уверены в этом не уверены может быть в своих силах не уверены в перспективе сделанного то есть в том что это будет иметь развитие хорошие допустим вот какая-то какая-то неуверенность будете будете в общем-то колебаться своих решениях и об этом как бы а почему это происходит вот я могу сказать да вот смотрите у нас третья карта это четверка кубков мы видим женщину вот которая такая унылая сидит под деревом вроде перед ней кубки стоят все хорошо ей предлагают а у нее апатия вот апатия вот это вот я не знаю какая-то ситуация которая возможно выбьет вас морально из седла в том смысле вот в моральном смысле что будете испытывать все таки какую-то тоску понимаете вот будете отказываться от чего-то присыщение вплоть до отвращения вот какой-то ситуации вы не не будете не приемлить ее но повторю что это все моральные аспекты это не будет проигрываться не бойтесь никогда этого потому что всегда все в наших руках и это может не будет проигрываться так ярко физически как-то там это все на тонком плане вот человек чувствует тут какие-то такие изменения до своих каких-то чувствах в отношении к окружающим к ситуациям и так далее и тому подобное вот смотрите сейчас я вытащу еще карту мне немножко непонятен расклад потому что идет потери чего-то идет какое-то беспокойство и вот такая апатия и ох ох замечательно и все будет за и все это будет происходить к лучшему будет вероятно какой-то упадок он неизбежен если это это будет важно какая-то часть жизни потому что это старший арканда и также вот как мы и говорили эта карта называется колесо судьбы это какая-то цикличность вот ну и говорит о том что как сказать не могу подобрать слова в общем то это как карта с плюсом до цикличность что-то у нас уходит что-то приходит что-то мы как-то испытываем где-то упадок где-то подъем и вот этот упадок будет да и потом будет естественно подъем то есть это говорит о цикличности жизненной такой в жизни у нас все происходит циклично вот поэтому не расстраивайтесь не отчаивайтесь будьте осознанными понимаете куда на что ведет балуйте себя вот когда испытываете вот такие какие-то негативные до моменты проигрывайте это даже на у таком уровне как съесть мороженого да там посмотреть комедию купить себе новое какое-то какую-то мелочь какую-то обновочку вот не знаю ну посмотреть футбол для мужчин допустим да там кто любит там ну вот вот радуйте себя мелочами все пройдет нормально да не главное не погружаться раки любят погружаться раки немножко такие бывают несмелые прячется в свою пещерку конуру и как бы там переживают в одиночестве не нужно этого делать больше активничайте больше выходите и знаете что ждет вас только самое самое прекрасное впереди после всех перипетий которые возможно вы будете чувствовать не то что они там будут где-то происходить эту так ужасно а просто это ваше чистое чувство поэтому больше позитива радуйте себя так давайте посмотрим что по этому поводу хотят нам подсказать колода средневекового таро сейчас вытащим здесь карту посмотрим что для раков на март месяц 2019 года нам скажет это колода король мечей все будет замечательно в итоге вы будете готовы ко всему и все пройдет хорошо не переживайте по этому поводу ну вернее вернее не переживайте не расстраивайтесь не бойтесь в марте если вдруг будут у вас какие-то такие настроения то понимаете что все будет замечательно и я думаю что вы к этому готовы и кто-то возможно будет от вас помощи даже ждать несмотря на все ваши вот эти упаднические такие внутренние до переживания помогаете людям сострадайте людям для женщины вообще вот эта карта говорит об умном мужчине то есть вот прислушайтесь обратите внимание на мужчину да это говорит о том что в марте возможно придет помощь от какого-то казенного человека вот может еще так проигрываться то есть какая-то помощь от врача от адвоката может быть юриста от руководителя какого-то крупного там ну не знаю отдела вашего там не знаю в таком в такой интерпретации можно это рассматривать то что придет какая-то помощь это влиятельный человек какой-то да вот ну также повторю что эта карта может говорить о том что кто-то ждет от вас помощи обратиться к вам это может быть сам вопрошающий это точек на которую мы сейчас смотрим расклад вне зависимости от пола то есть возможно и к вам обратятся за помощью помогайте либо придет помощь вам в любом случае всегда говорю во всех раскладах и повторю будьте активными не сидите не замыкайтесь в себе общайтесь с людьми будьте осознанными и все будет хорошо давайте посмотрим что по этому поводу думает у нас колода карт ленорман замечательно смотрите эта карта всадника это добрые вести издалека какие-то да какие-то новости вот карта это может говорить о том что вы будете в выгодном положении несмотря на все вы на коне карты это может говорить о том что вы будете быстро принимать решение какое-то решение важно она будет быстро принято это может говорить о путешествиях кстати да о решении путешествовать это может говорить о командировках о каких-то поездках тоже так же так может проигрываться И, в общем-то, как мы видим, месяц пройдет хорошо, относительно хорошо, поэтому давайте встречать Март во все оружие и уже, в общем-то, с намерениями себе как-то украсить и облегчить этот месяц. Ну, в общем-то, пожалуй, на этом все. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, пожалуйста, внизу в левом углу есть кнопка подписаться, нажимайте на нее, рядом колокольчик-кнопка, тоже жмите на него, чтобы быть в курсе новых видео на моем канале. Все, я вас люблю, целую, с началом весны вас поздравляю и желаю вам прекрасного-прекрасного марта. Всего доброго! С вами была Галатаро.